Я офигеваю. Я офигеваю. Таких цен на ТО. Неподготовленный человек может получить тяжелую травму. Говоря по-русски, извините, фуфло. Безумно дешево по нынешним временам. Лично мне вообще такое непонятно. Таких интересностей у китайцев довольно много. По-моему, это безумие какое-то. Просто. Просто безумие. Вот так. Просто безумие. Итак, друзья, сегодня у нас второе видео с большим разбором китайских автомобилей по обслуживанию, по ценам на ТО, по ценам на запчасти. Уже среднеразмерных, которые вы тоже все достаточно сильно ждете. Да, мы вас услышали в прошлом видео. И сегодня добавили одного не китайского одноклассника, чтобы вам сначала было страшно от цен на ТО китайцев. А потом вы сказали, а, ну нормально, это еще по-божески. А еще немножко изменили формат подачи, чтобы вы сразу могли понимать, кто насколько дороже или дешевле по каждому пункту. В общем, Китай нас все больше атакует. Кирилл парирует, да, и погружает вас в этот дивный, неизведанный, а может быть и уже более изведанный как раз таки будет мир. Приветствую. Ты, кстати, немножко опередил события, сказав, что может быть там не китайские автомобили окажутся еще дороже. Не совсем. Есть особенности сюрпризов. Ну вот, тема интереснее вам будет за этим наблюдать и досмотреть до конца. Это же будет в конце. Это будет в конце, да. Итак, в нашем сегодняшнем списке шесть автомобилей. Они чуть выше классом, чем те, которые были в предыдущем нашем обзоре. И это Gilly Atlas Pro. Ну, вот в частности он стоит. Cherry Tiggo 7 Pro Max 1.5 Turbo вариатор. Cherry Tiggo 8 Pro. Какие у них названия, конечно, затейливые, да? 1.6 Turbo. Haval F7, ну и F7X. Это, по сути, одна и та же модель. С 1.5 Turbo, 4WD и так далее. Здесь же добавляется самый скромный с премиальной линейки Cherry. Это Exit LX 1.6 Turbo 4WD. И в качестве разбавляжа мы взяли Kia Sportage. Ну, такой, самый простой. 2 литра автомат. В комментариях к нашему предыдущему обзору вы совершенно справедливо отметили, что где мы берем цены на запчасти, про которые мы рассказываем. Потому что иной раз выскакивают такие цены, что возникают совершенно справедливые сомнения, а не китайские ли это подделки под китайские же оригинальные запчасти. Нет, цены мы берем на таких агрегаторах, как Emix, Autodog, Exist. Ну, по крайней мере, я давно там беру для своих автомобилей запчасти и ни разу не сталкивался с контрафактом. Может, и проскакивает, были такие описанные в интернетах случаи. Ну, вот, по крайней мере, я не сталкивался. Ну, а полностью обезопасить себя от контрафакта, наверное, невозможно, к сожалению. Кроме как, обслуживаться, наверное, только у официала за довольно большие деньги. Gilly Atlas Pro. Как уже сказал, вот он рядышком стоит. Прежде всего, мы, естественно, обращаемся к руководству по эксплуатации как к самому главному документу, который регламентирует наше взаимоотношение с автомобилем, в том числе в юридической плоскости. Так вот, в руководстве по эксплуатации Gilly Atlas Pro написано буквально следующее, я даже процитирую. Работы по техническому обслуживанию автомобиля могут быть опасными. Пытаясь выполнить определенные работы по техническому обслуживанию, неподготовленный человек может получить тяжелую травму. Самостоятельно выполнять техническое обслуживание можно только в том случае, если вы располагаете знаниями о техническом обслуживании, а также необходимыми инструментами. Обратитесь в авторизованный сервис Gilly, если у вас есть сомнения, по техническому обслуживанию. Вот так. Я, кстати, впервые, ну, может быть, я не все руководства по эксплуатации всех автомобилей в мире читал, но я впервые столкнулся с тем, что нам официально, юридически разрешают самостоятельно обслуживать автомобиль. Правда, я не знаю, как это потом будет сказываться на, так сказать, отчетности в случае гарантийного ремонта, гарантийной поломки какой-то. Гиллер же должен достовериться, что все регламентные работы были проведены. А если я сам их делаю, я что, сам себе акт выписываю выполненных работ? Ну, в общем, таких интересностей у китайцев довольно много, и мы еще не раз с ними столкнемся. Ну, а конкретика следующая, как и в случае в прошлый раз с CoolRain, моторное масло для Gilly Atlas Pro, 6 литров. Кстати, я ошибся, в прошлый раз сказал, 5 литров, тот же самый мотор. 1,5 турбо, трехцилиндровый, только масло с допуском Volvo, 0W20. Но при этом пометка, что можно лить любое абсолютно масло 5,40, которое в два раза гуще по вязкости, чем 0,20, а уровни качества SN по API. Ну, вот технической точки зрения это довольно странно. Ну, нам позволено. Cherry Tiggo 7 Pro Max. В прошлый раз я немножко перехвалил Cherry за то, что, мол, у них так здорово организована информация на официальном сайте, что все можно легко найти, можно даже легко найти стоимость ТО на любую модель и так далее. Оказалось, не все так радужно, потому что, например, я не нашел руководство по эксплуатации на автомобиль Cherry Tiggo 7 Pro Max. На просто Pro есть, на Max нету. Ну, соответственно, я черпал всю ту информацию, которую я вам сейчас буду рассказывать, именно с руководства по эксплуатации Cherry Tiggo 7 Pro. Тига. О, прошу прощения, я путаюсь в этих названиях, потому что они странные. Cherry Tiggo 7 Pro. Pro. Max. Pro. Или без Pro. В общем, ладно, я думаю, вы меня поняли. Так вот, можно лить, согласно руководству по эксплуатации, юридический документ, можно лить любое моторное масло с уровнем качества по API SM. Напомню, что этот допуск был введен то ли в 2004, то ли в 2006 году на те еще довольно старые моторы с обычным распределенным впрыском, а не для турбо, не для непосредственного впрыска, где есть свои особенности, и масло должно быть, скажем так, более приспособлено к этим моторам. А здесь, пожалуйста, лейте древнее масло. Ну, собственно, это спасает, конечно, с юридической точки зрения. Мы можем, там, любое дешевое, на котором написано, что вот оно такое, можем лить юридически, по руководству по эксплуатации. Но лично я не стал бы этого делать, ну, опять же, турбомотор, непосредственный впрыск. Надо все-таки лить масла более современные, как минимум. Кстати, абсолютно такой же мотор на XC-DLX требует уже другое масло. Буквально написано, что только Castrol, хотя где сейчас Castrol? Castrol нет официально на российском рынке, уровня качества SN или SP, причем вязкость только 5W30. Ну, я считаю, вот такая рекомендация, точнее, требование гораздо более правильное по отношению к этому мотору, чем то, что написано в руководстве по эксплуатации Cherry. А еще я обнаружил, когда искал вот регламу технического обслуживания, там, в ниспадающем списке, была модификация Cherry Tiga 7 Pro Max 1.6 Turbo. Хотя до этого они шли только 1.5 Turbo с вариатором, а тут 1.6 Turbo с роботом. То есть, эта машина, отсутствующая в списке моделей на первых страницах, на заглавных, на красе, где все мелькает и светится, да, там нет этой машины. А вот в ниспадающем списке технического обслуживания эта машина есть. То есть, ждем в ближайшее время 1.6 Turbo с роботом. Я думаю, как-то внутри мы, как люди искушенные в технике, да, роботам доверяем больше, чем вариаторам. Потому что, знаете, вот лично для меня вариатор – это такая штуковина, которая изнашивается ежеминутно, ежесекундно. С каждым оборотом своих цепей и шкивов, да, там происходит износ. А в остальных типах коробок передач, ну, износ только при переключении. Haval или Haval, ладно, оставим эти лингвистические особенности. В стороне Haval F7, ну и F7X 1.5 4WD. Согласно руководству по эксплуатации можно видеть любое моторное масло 0, 5W, 30, 40 – последние числа. Уровень качества SN по API, по американской классификации качества моторных масел. А вот на Sportage не все так просто. В руководстве по эксплуатации зачем-то отдельно вынесены такие жаркие страны, как Ирак, там, Сирия, Ливан и так далее. Зачем в российском руководстве по эксплуатации выносить это каким-то отдельным пунктом? Так вот, типа для наших условий нужно лить 0W20, жизненькую водичку, как ее называют часто на специализированных масляных форумах. Уровень качества SN+, или SP, или по японскому стандарту Ильсак GF6. Но те же самые моторы можно лить для жарких стран. 5W30 по древнему допуску А5B5. То есть, а если я залью это масло в России летом? Летом в России бывает очень жарко. Ну, в общем, немножко непонятно. Также можно лить 0W30, опять же, для жарких стран. Ну, уровня качества того же, SN+, или SP, или Ильсак GF5. Но Sportage требует приезжать на ТО и, соответственно, менять масло и фильтры каждые 15 тысяч километров, в отличие от китайцев, в которых регламент чередуется через 10 тысяч километров. Ну, я в прошлый раз говорил, повторюсь и не устану повторять, что это абсолютно правильно, потому что в городских пробках любое масло, даже самое офигенное, не живет более, там, 10 тысяч километров, а точнее, там, 250-300 моточасов. И в городских пробках легко можно эти моточасы набрать из-за 5-6 тысяч километров пробега масло превратится ну, не в кислоту, как я поэтически в прошлый раз сказал, но в такую субстанцию, которая прекратит, собственно, делать то, для чего оно предназначено, и начнет убивать потихоньку мотор. И вкратце этот подпункт подытожим. Кроме Exida, где предписан только Castrol, напомню, можно лить любое соответствующее вот тем или иным, хотя там, в частности, Kia рекомендует Total, но только на уровне рекомендации. Соответственно, можно подобрать на рынке, на свободном, любое масло, которое соответствует вот тем спецификациям. В частности, тот же самый SeaWorks из ассортимента можно выбрать. И, кстати, оно, по-моему, довольно дешевое. Там с акциями и скидками, которые постоянно, там, 3,5 тысячи. И это масло, изготовленное, гарантированно на западных присадках. Сейчас же ведь наши производители, которым отрезали доступ к американским присадкам, пользуются китайскими. По ним еще нет опыта эксплуатации. Я не утверждаю, что они плохие. Нет, ни в коем разе. Просто нет еще опыта эксплуатации. А тот же самый SeaWorks производится на известных американских пакетах, что как бы абсолютно гарантирует его качество. С регламентом на масло разобрались. А сколько же все это стоит? Значит, самое дорогое ТО на обслуживание автомобилей среднеразмерного уже класса, как ни странно, почему-то на вот этот вот самый Geely Atlas Pro. У одного из дилеров аж 26700 рублей. Откуда так много? Я, если честно, совсем не понимаю, потому что, например, у Kia Sportage почти в два раза, да не почти, в два раза дешевле, 13080 рублей. Те же самые операции, замена масла и фильтров, там контрольные всякие операции, опять же, в два раза. Ну, лично мне вообще такое непонятно. Я еще, наверное, буду не раз об этом рассуждать, хотя постараюсь покороче. Недалеко ушел Chery Tiggo 7 Pro Max. 13 400 стоит, хотя на сайте, кстати, на эту модель, на стандартные ТО обещали цену 11 442 рубля. Вот так вот точно, вплоть до рублей. Хавал тоже, в принципе, достаточно недорогой по обычному техническому, по стоимости обычного технического обслуживания. 13 550. А вот Chery Tiggo 8, ну, удивил, скажем так, потому что Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 вроде бы марка одна и та же, моторы, коробки, в принципе, одни и те же, и дилерские центры одни и те же, но там стоимость то 21 037 рублей. Напомню, что у семерки 13 400. Наверное, владельцев восьмерок простых, не Pro и не Max, считают как-то более богатыми людьми, что ли, чем те, которые покупают семерки. Ну, не знаю. Возвращаюсь к теме экономии и хочу, опять же, отметить, что если закупаться расходниками, маслом и фильтрами на стране, то можно в случае с китайцами существенно сэкономить. А вот в случае с Kia Sportage особо не сэкономишь, потому что цены на расходники и на масло у дилеров достаточно гуманные, прямо скажем. И не имеет смысла ездить по городу, тратить время и деньги на бензин, чтобы искать, где подешевле. Дилера и так относительно недорого. Но в случае с китайцами смысл имеет побегать и поездить, потому что, например, салонный фильтр на тот же самый Gile Atlas Pro я нашел на агрегаторах за внимание 146 рублей. Ну, опять же, опустим, там подделка, не подделка. Хотя салонный фильтр это такая штука, которая, собственно, должна тупо предотвращать попадание грязи на соты печки, чтобы они не забивались. Это его главное предназначение. Потому что там уголь или еще что-то гипоаллергенное, ну, это все маркетинг по большому счету. Вот. А главное его предназначение не давать всякой фигне, там, тополиному пуху и так далее, забивать соты и решетки радиатора печки. Так вот, с этим будет справляться любой абсолютно, даже, наверное, поддельный фильтр. И гнаться за оригиналом, на мой субъективный взгляд, дипломированного инженера-автомобилиста не стоит. Поэтому можно купить за 146 рублей на свободном рынке, а у дилера этот же самый фильтр 2681 рубль. 15-ти кратная разница. Ну, и примерно такая же история и по масляным, и по воздушным фильтрам. Но не в 15 раз, там, в 2-3 раза разница в цене есть. И побегать имеет смысл поискать. Ну, стандартное ТО, это, скажем так, ягодки. Хотя, этими ягодками нужно заниматься регулярно. Есть еще, так называемое, большое ТО, которое связано с заменой, например, жидкости в автоматической трансмиссии, замены ремней ГРМ, других ремней приводных, свечи, антифриз, тормозуха и так далее. Так вот, большое ТО чаще всего требуется Cherry Tiggo 7, которая Pro Max с вариатором. Как раз из-за вариатора, потому что предписано раз в 40 тысяч менять в вариаторе жижу. Жижа, согласно руководству по эксплуатации, должна быть только фирменная. И стоит она, ну, хорошо так стоит, 5 литров 17800 рублей. Кроме нее, как бы официально ничего другого, какой-то альтернативной жижилить нельзя. Так вот, это самое ТО на 40 тысяч на Cherry Tiggo 7 Pro Max стоит 36700 рублей. Хотя на сайте указано, что она должна стоить у этого же дилера 32417 рублей и аж 24 копейки. Ну, это к вопросу о определенном бардаке на сайтах китайских автопроизводителей. Чуть реже требуют заезжать на сервис Haval F7. Большое ТО там на 50 тысячах для замены, опять же, жидкости в роботе. Требует только Shell Spirax S5 10 11 Вот такое масло для робота. Опять же, Shell на российском рынке официально нет. И где раздобыть официально опять же этот Shell не совсем понятно. Ну, понятно, и он есть в продаже. Какого, правда, качества и подделка ли? Но, тем не менее, вот Shell все. У дилеров 7 литров стоит 18 тысяч, хотя на свободном рынке можно найти существенно дешевле. Далее по частоте обслуживания, то есть реже, еще реже можно обслуживать Cherry TIGA 8 Pro и Exit LX. Мы уже в премиум, да, забрались в компактный кроссовер. Раз 60 тысяч нужно менять жидкость в роботе, но в робот нужно лить, это написано в руководстве по эксплуатации, только FUX Pentasin FFL 7A. Ну, только такое масло и никакого больше лить нельзя. 5 литров 24 4090 рублей. По-моему, это безумие какое-то, просто, просто безумие. Вот так, просто безумие. Ну, и что у Havala, что у Cherry 8 и Exit стоимость вот этого большого ТО примерно одинаковая и составляет практически ровно одну месячную среднюю зарплату в Российской Федерации 55 тысяч рублей. Ну, вот такие нынче реалии. Но реже всего придется заезжать в случае с Atlas Pro, потому что руководство по эксплуатации требует замену жидкости в роботе на пробеге в 90 тысяч или раз в 4 года. И стоит это всего всего, всего, 33 379 рублей. Зато следующее ТО 100 тысяч километров на этот же автомобиль с заменой ремня ГРМ, с заменой всех ремней, с заменой там, ну, почти все там меняется, антифриз, тормозуха и так далее. 71 тысяча 30 рублей. Пауза затянулась, да, потому что, ну, я офигеваю, я офигеваю таких цен на ТО 71 тысячи на китайский автомобиль среднего класса. и Sportage. Sportage также требует приезжать на большое ТО раз в 90 тысяч для замены жидкости в автоматической трансмиссии. Там настоящий автомат, а не какие-то там вариаторы с роботами у китайцев, у обозреваемых нами сейчас китайцев, потому что есть у китайцев, в следующий раз рассказываем, и настоящий автомат. Так вот, Sportage требует раз в 90 тысяч приехать поменять, но в руководстве по эксплуатации записано, что или SK ATF SP4 М1, или Mouchanga ATF SP4 М1 или S-Oil ATF SP4 М1 объемом 7 литров. При этом SK это название корпорации, которая в частности производит масла ZIC. И согласно сайту ZIC, это масло является маслом первой заливки на конвейере Kia и Hyundai. То есть в списке необходимых масел ZIC нет, хотя по сути вот этот это самый SK ATF SP4 M1 это тот же самый ZIC, который залег в канистры ZIC. Но его применять нельзя. Вот такие интересные особенности связанные с техобслуживанием Kia. Но, кстати говоря, теоретически можно использовать то же самое SeaWorks Multi-ATF, например, в списке допусков которых в том числе и вот этот допуск Kia Hyundai SP4 M1. Допуск-то указан официально, и при этом вот те самые 7 литров масла будут стоить 6600 рублей. Практически в 2, то есть в 3 раза дешевле, чем тот самый оригинал, который требуется по руководству по эксплуатации. Но при этом самого регламента еще на 90 тысяч километров и стоимости этого обслуживания у дилеров Kia нету. Машина достаточно новая, последний Sportage, и я обзванивал дилеров, они говорят, а нету еще тех автомобилей, которые хотя бы приблизились к пробегу 90 тысяч, поэтому мы даже не сформировали цены на ТО на 90 тысяч. Тоже очень интересно. И переходим к более прозаическим вещам, к тормозным колодкам, тоже показатель определенный. Так вот, здесь разбег какой-то совершенно мне абсолютно непонятный. Вот абсолютно. Потому что на Cherry Tiggo 7 Pro Max можно найти колодки за 1132 рубля. Ну, может, это поделка, опять же, но я не знаю. Эти же самые колодки идут на огромное количество других автомобилей, там, на Kia, на Hyundai, на Chang'an. Видимо, из-за большого объема производства можно поддерживать и в том числе достаточно смехотворную цену. Ну, опять же, может, ты поделка. Но 1132 рубля. По-моему, по нынешним временам это просто да. Зато, вот, например, у Geely Atlas Pro я не нашел колодки дешевле 9283 рублей. Как так? Ну, и Kia Sport тоже недалеко ушел. 7878 рублей. Комплект колодок. Ну, и дальше по списку для справки Haval F7 вообще разброс чудовищный. Самые дешевые, еще дешевле, чем на тот самый Cherry 905 рублей. Ну, я бы, вот, лично не стал бы брать колодки за 905 рублей. Не знаю. По-моему, это точно какая-то подделка или, говоря по-русски, извините, фуфло. Но цены простираются до 5992 рублей. Я думаю, тысячи за три, за две можно найти действительно хорошее. Ну, и X-Ceed тоже, хоть и премиальная марка, 2130 рубля. Ну, и переходим к немножко грустным моментам, грустным потому, что связаны они с потенциальным попаданием в ДТП. Сравниваем, сколько стоит капот, крыло и фара. Причем, крыло и фара левое. Вот здесь в этом списке самое дешевое крыло, как ни странно, оказалось вот на этот автомобиль, наверное, потому, что он выпускается очень давно. Ну, именно вот этот кузов, да, хоть это и рестайлинг. Всего 6481 рубль всего. Ну, по нынешнему временам всего. А вот Cherry Tigre 7 Pro Max, опять же, безумие. 42 224 рубля за кусок от штампованного стального проката. Ну, на эту же машину можно найти неоригинал. Не знаю, насколько он будет соответствовать геометрии, той, которую заложили конструкторы. Конструкторы Cherry. Кстати, сказал фразу конструкторы Cherry, инженеры Cherry. Ну, ладно. Неоригинал 10672 рубля. Ну, жить более-менее можно. Ну, вот разве что хавал еще, кстати, выпадает 7300, а на остальные 13, 14, 15. То есть, на Exit, на Cherry Tigre 8 Pro Max и на Sport еще, кстати, 15200. Капот. Капоты дорогие нынче. Самый дешевый, опять же, вот на Atlas Pro Geli 35 тысяч я нашел. Рекорд здесь принадлежит хавалу F7, ну, и, соответственно, F7X, потому что капот я нашел 17940. По нынешним временам даром практически бесплатно. На Tigre 7 Pro Max еще дешевле, 34415. А вот Exit LX, ну, премиальный же бренд, да? 68 867. 68 тысяч за капот. Нормально, да? Жить можно. У Sportage 40 тысяч 700 рублей. Не буду комментировать. Но самое интересное с фарм. Фарм это вообще в последнее время какой-то, ну, если все остальное это просто безумие, то это какой-то безумный безумие. Например, на Sportage фара новая 161 300. 161 тысяча 300 рублей за фару. Зачем они делают эти светодиоды, вот я лично не понимаю. Типа изображают прогресс, вот это прогресс, нафиг нам такой прогресс за 161 тысячу. Exit LX тоже безумие, 99 тысяч. Кстати, я нашел только одну фару на авито, написано состояние новой, то есть она была за 99 тысяч. На Haval 46 200, на Cherie Tiggo 8 43. Ну, а вот как выпал из этого списка Cherie Tiggo 7 Pro Max, я не понимаю, 15 548. 15 548, ну, это безумно дешево по нынешним временам, ну, от Jilly Atlas Pro, опять уйдем в недоумение, 133 781 рубль. Резюмирую, ну, попытались мы составить какую-то картину, надеюсь, что составили, да, потому что мы брали какие-то и средние значения, и минимальные, на стоимость того, на стоимость запчастей, но звоните, 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 ройте интернет, смотрите, ищите, потому что можно очень здорово сэкономить на маслах, на расходниках, на фарах в том числе, потому что, например, вот, кстати, я прошу прощения, не пометил, сколько фары у дилера стоит на Cherie Tiggo, на Cherie Tiggo 7 Pro Max, вот новая 15 стоит 15 с половиной, у дилера там, по-моему, чуть-чуть в три раза дороже, то есть, искать, искать, обзванивать, искать, тратить время, ну, или, если вы богатенький, воротина, то не тратьте время, идите к любому дилеру, там все есть, наверх, таки, ну, надеюсь, я вас не утомил всеми эти цифрами, перечислениями, по крайней мере, уверен в том, что мы вам дали представление о том, что такое ТО на чуть более дорогие китайские автомобили, их азиатские одноклассники, ну, а в следующий раз займемся еще более дорогими китайскими автомобилями и одноклассниками из, так сказать, стана привычных и классических, классических ли, наверное, уже классических корейских автопроизводителей. Всего хорошего и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok